Трудные места Библии Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Синедрион — Верховный Совет, то есть высший суд, земной. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Ну да, дети в детском саду уже начинают разговаривать. Ты что, дурак? И все в гиене огненной. Потому что рака — это безумный, но на арамейском языке такая обзывалка. Вот просто за обзывалки в ад прямо сразу. Смотрите, вот еще интересно, что Матфей не переводит это слово. Вот он использует то самое слово, которое наверняка говорят там где-то на базаре, на улице. Вот может быть тот момент, когда он пишет это место в Евангелии, там кто-то на улице кричит, друг друга обзывает этим словом. И вот так его это достало, что он старается отвратить людей от сквернословия? Или может быть все дело в том, что Иисус, он такой сторонник всеобщей корректности, он говорит терпимости, он говорит, не надо никого называть плохими словами, всякая точка зрения имеет право на существование, все мы одинаково правы. Да нет, змеи по рождению Ехидина, как убежите от осуждения в Гиенну, говорит он в том же самом Евангелии от Матфея в 23 главе. А по рождениями Ехидинами можно ругаться, да? А рака нельзя сказать. По-моему, это еще более грубое высказывание, разве нет? Более того, Иисус употребляет слово «глупец». Ну, он там по-гречески в Евангелии от Матфея тоже в 23 главе, 17 стих Мороз. Мороз, это не дедушка Мороз, это прилагательное греческое мороз, означает то же самое «глупец», и он тоже так говорит. Получается, он запрещает в одном месте то, что делает сам в другом? Кстати, апостол Павел использует это слово «безумец» вполне положительно. Мороз по-гречески, первое послание Коринфянам, 3,18. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будет безумным, Мороз, чтобы быть себе мудрым. Тогда что ж плохого называть человека этим словом, если, в общем-то, быть им даже в некотором роде хорошо и правильно. Вы знаете, мне кажется, здесь есть очень важная подсказка в Ветхозаветной книге притчи. Там есть премудрость, а есть глупец, человек, который не просто не очень умный, у него невысокий IQ, у него плохое образование, может, от рождения он туповат. Бывают же такие люди, правда? Но человек, который отвергает премудрость. Вот глупец – это выбор, это не особенности рождения и воспитания, а это особенности поведения, это некая линия. «Глумится глупец над отцовским внушением, но кто внимает упреком, помнит» – 15 глава, 5 стих. То есть тогда получается, что это не просто обзывалки, это некоторый вывод о линии поведения человека. «Он не причастен мудрости», – говорит тот, кто называет его безумцем. Но ведь так бывает. Смотрите, книга «Притчи» очень много говорит о безумии, о глупцах, о том, как они себя ведут, и ни разу не называют ни одного по имени. Хотелось бы, конечно, иметь списочек. У Акуджавы есть чудесная песенка о дураках, и тоже ни одного не назвал. Дураки и умные, да, там, умным быть хочется, да кончится битьем, как оно часто в жизни и бывает. Вот можно же говорить о глупости, но вместе с тем никого не называть этим словом. Мне кажется, что вот эти слова о безумии, о том, что кто-то называет другого человека безумным, по-гречески или по-арамейски или по-русски, английский, китайский, турецкий – это некоторый способ исключить этого человека из своего пространства. Ну, не физически, может быть, это не убийство, конечно, хотя гневающийся в чем-то равен убийце, говорит прямо перед этим Иисус, да. А почему он равен убийце? Гневающийся на брата своего напрасно, он уже фактически его убивает, но в мыслях, потому что убить человека руками довольно сложно. Во-первых, человек может оказать сопротивление и сам тебя убьет, во-вторых, судить тебя за это будут посадят, а в мыслях своих ты можешь сделать все, что угодно. Поэтому нередко мы фантазируем как-то на тему, вот, разорвал бы на кусочки этого дурака, да, очень этим пользуются производители компьютерных игр, где буквально монстров мочат, они такие безобразные, ужасные, конечно, все ужасно тупые, а ты такой умный, красивый, в белом пальто их всех убиваешь. И вот фактически, говоря сегодня, это, допустим, чаще всего в интернете бывает, а не при личном общении, говоря человеку, ты дурак, безумец, или клеится огромное количество всевозможных ярлыков, ты такой, сякой, нехороший, мы отказываем ему в праве на мнение, мы говорим, меня не интересует, чего ты хочешь, чего ты боишься, что тебя привлекает, меня не интересует, что ты думаешь, ты уже уничтожен в моих глазах. И это первый шаг к убийству. Нет, я понимаю, что назвать человека дураком и зарезать его, это две совершенно разных вещи, да, но так же, как здесь, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал. Опять-таки, очень длинная дорога, да, кто гневается, тот убийца и так далее, кто пожелал чужое, тот вор. И понятно, что, наверное, нет человека на свете, кроме самого Иисуса, кто ни разу не пожелал бы, не разгневался бы, да, не в мыслях своих не пошел по пути какого-то из этих вот грехов, да, наверное, нет такого человека абсолютно свободного от всего. И в этом смысле вот разница между желанием и высказыванием, она, значит, довольно много, потому что пожелать мы, конечно, иногда желаем. Но вот это желание выразить, но вот это желание предъявить другому человеку, это уже следующий шаг. И это уже первый шаг к действию, который действительно может оказаться совершенно разрушительным для того, кто это действие совершает, но и для его окружающих в том числе.